Музыка Один из самых древнейших напитков в мире, который появился 9000 лет до нашей эры, пиво. Сегодня в честь него проходят различные фестивали. На одном из таких фестивалей мы побывали сегодня. Бровар Дэй! Внимание! Музыка Это второй фестиваль крафтовых пивоварен. Мы собираем здесь все маленькие пивоварни. Сегодня у нас представлена 21 пивоварня из трех стран. Беларусь, Россия и Литва. Музыка Крафтовая пивоварня – это ремесленная пивоварня. Здесь сами пивовары приехали, которые варили пиво. Пиво сварено только из натуральных ингредиентов, никаких других элементов. Если это пиво с бананом, то это с бананом. Если пиво с вишней, то это вишня. Это искусство. Я как художник своего дела. Я творю, создаю что-то новое. Мне интересно предоставить это потребителю, посмотреть на их реакцию. Если им нравится, то мне это доставляет моральное удовлетворение. У меня, например, есть небольшая викторина, что ли. Я буду предлагать три варианта ответа, из которых вы должны будете угадать правильный. Наука, изучающая пиво называется. Варианты нужны? Конечно. Цитология, дитология, бентология. Цитология. Так не честно. Он считал вопросы. Знаете ли вы, что есть болезнь, которая... боязнь густого бокала? Знаю, да. А как она называется? Знаете? Не знаю. Да, мы болеем. А вы знаете, как она называется? Алкоголизм? Нет. Пелодофобия, фтериофобия, либо ченосиликофобия? Первая. Пелодофобия? Да. Пелодофобия и это боязнь облысения. Еще варианты. Боитесь облысения? Конечно. Фтерофобия, остальные трудно запомнить. Нет, это не фтерофобия. Фтерофобия это боязнь вшивости. Боитесь ли вы вшивости? Боюсь, но надеюсь, что у меня их нет. Фтериофобия и ченосиликофобия. 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 Кто сможет повторить? Ченосиликофобия. Повторите. Ченосиликопобия. Ченосиликопобия. Пиво это все-таки какая-то культура, либо это то, что ведет к алкоголизму? Нет, на самом деле пиво это самый трудный алкогольный напиток. На данный момент существует в районе 200 в стиле пива. Мы за качество, да, не за количество. Поэтому на данной площадке, в Витебске, можно как раз-таки продегустировать те интересные вкусы, найти свое пиво. У нас там 2 апреля была варка. Было принято решение коллегиально, 17 пивоварами, что пиво будет сварено из национальных ингредиентов. Использовался русский солод, гречишный солод из России, из Беларуси это гречишный мед, березовый сок. Из Украины ребята привезли хмель. Мир, дружба, жвачка.